Вообще, когда я смотрю на эту псевдожурналистику, что на так называемых военных корреспондентов жульё, воры, половина из них не имеет никакого отношения ни к войне, ни к корреспондентам. Воровки на доверии, мужском обличии. Трусы, бежавшие с линии фронта, и теперь вот это все за мной прокуратура, меня ищут, да, я сам скрываю, что тут мерзавцы, подонки. Ещё ездят на похороны людей, павших на передовой, и из этого на свою прагнившую репутацию пытается что-то натянуть. Не укрывам, планировала сделать туманное материальное, но Соуовев ostatnio есть очень плодный творчо, а и поруша тематы и вонтки, которые так забавны, что не могла мне не дать ему заслуженной уваги. В дизайском обчинке «Свиата» в. Володимире Рудольфовича обестримы себе фрагменты его двух свежих монологов с дня 8 и 9 пащернока. Монологов в грунте речи отробиня дзиных. З уваги на факт, ile вонтков здано выпхнуть, вличаясь вонтки, которые в грунте речи каждый шанующийся пропагандыста powinien по-просто поминуть. Но помияют слабе усы, а потяжный латыфундиста по-просто вциска до limitу. Чего только в дизайском материале не будет. Послушаем и о квадробиксе, шарлатанах, пропагандзе, manipулации, о Израилу, Америках, а также и о турбопатриотах. В рамках выяснения на 100 метров. Оголне, как высићк физичный, есть это такая себе опция, бо если не робишь этого правилово, то можешь себе, для прикладу, скрэчить над гарстек. Не знаю, особище этого не полецам. Высићк физичный, высићк физичным, аль, как то звыкле быва, повстаћа цаћа субкультуре с премешцанием се на четырех лапах, пребераним се и удаванием звјшот, и так далее. Кто, ко люби, споћчность не вадзи никому, не ес уцићжлива и большинствој з вас правдоподобне слыши о феномене квадроберув сейчас, по раз первый. К уѓдзићвеніу досћовне всћих в Роси, з якогось поводу, тен цаћ квадробинг трафић до мейнстриму и зостаћ выкреуваны на найвіћсше загоржене в Роси. Очевидћ, феномен јст маргиналны, јст то звыцайне темат до одврўценя уваги. На додатек, найбарзи премитијвне з можливых, бо операся на ненавидзенеј якесь групи людей. Од цаћмей маја бли то мигранци заробкови з крајћ Ази Централной, а о бец не треба було зналећ новуј офиаре. Почајткаво, 8 пајдзернека, Володимир Шрудолфович махнуј рэнку на тен темат, узнајћ, зже јст то по просто којћ глупијо и непотсебнејо. Доброе утро, дорогие друзјј. А може я не буду ничего вам рассказать про квадроберов? Я и выговорить не могу. Мне вообще кажется, что в последнее время в общество появляются какие-то темы, само обсуждение которых выглядят идиотизмом. Ну, просто идиотизмом. То есть мы каждый раз вытаскиваем из из подворотни подсознания варианты искажения нормы, их тут же разносим, делаем, в свою очередь, популярными, зачем-то на эту тему переживаем. У меня, простите, идјт война. Идјт война, на территории Украины и, кстати, на территории наших конецунных земель. На территории нашей страны. И в этот момент, на полном серьезе, отвлекается какие-то ресурсы, вместо того, чтобы взять двух врачей-психиатров и тихо решить эту проблему в размерах минимального количества семей, начинается какая-то чушь. Ну, в суме тоже 9 пајдзернока, Володимир Шудолфович достојк, что ма сделать ладный монолог, который ма достарчать килку миллионам слухачев в СТФМ и видзам Соловьев Лайф приемности и сатысфакции, слушаясь, как злотый язык росыськей пропаганды нисши какой-то абсолютно нисшовый феномен. Мусе признать, что вошло забавнее, бо Соловьевович эвидентно не подогася, что ма не подогася, что ма не так глупим тематом, поэтому на почајтек даў выраз своей frustрации, а также постановиј вбић шпилеттэ в более премитој часть росыського сообщества, которая своего часу ладовала слоје с водой обок телевизора, в котором лећаў Кашпироўски. Бега на концерты жицеј вспомнianeј кедыј Блиноўскај, которая, цытуј, учи, как попрајне ма жить. На Новый Рок слуха одгрзеванего миллион разы котлету о назве Препобеднє Бабе Ванги, а также велију, велију инэш шарлатануј и пајаци, которые вспаняли чујјся в слабо выкштајцонем, застрашоном и загубионым Добре утро, дорогие друзјя. Я, конечно, понимаю, что самая важная тема сейчас являются квадроберы, если о них приходится даже говорить министрам иностранных дел. Но для меня это, конечно, все абсолютнейшие глупости. Я вообще не понимаю, почему этому уделяется хоть какое-то время. Это, наверное, такое проявление особенностей массового сознания. Вот давайте все-таки не будем поддаваться этому какому-то колоссальному безумию. Ну, вот украинские каналы они совсем поехали головой. Они просто берут еще интервью квадроберов, выясняют их стиль жизни, образ. А почему это вообще происходит? А чем, например, квадроберы отличаются от вејм? Ну, смотрите, у нас же сознание специфическое, да? Вот когда я на полном серьезе вижу, например, такие публичные выступления, и там какие-то гигантские толпы, вот я, наверное, ничего не понимаю. Но вы мне скажите, пожалуйста, вот за это еще люди деньги дают. Курсирует артериальная система ельичек, представительные реализации. Курсирует. Скажем, это происходит, берем сосуды. Мелая женщина, артериальная система, матки, влага, речи, припятка, курсация, вы чувствуете? Курсация, берем сосуды. Все, кто стоит, то очень важно делать именно так, как я прошу. Все, кто стоит, вдох, выдох, открываем, кладочек, кладочек, просто ты там иди, то, что говорили, доктор. Смотрите на экран. Вы организуете ваши организмы, вы сами себя в речи, и то, что вы говорите, мне он в речи, в речи ассистемы. А вы к Шпировскому не ходили? Боже, спасибо. Один раз проведать и мы сможем сеанс дома, в речи. А мы другую в речи. В речи в своем цене. Тен пайас, который слышали на награнии, то 70-летний доктор, который открыл, что вместо лечить, можно вцискать kit лечить, ассистемы, ассистемы, податки и в грунте речи никому не отрадца нормального лечения, поэтому государство его не рушит. Ага, в Польше racей не осуществлял бы большего успеха, потому что само его название задрадца, с кем мы в отношении. А называется он Сергей Коновалов. Cóż, наверное, не имеет более четвертой информации от вселенной света, что мы в отношении с Коновалом. И вы удивляетесь тому, что после этого появляются на полной серии люди с квадроберами? Ну, мы та же страна, которая еще не так давно. Аллан Чумак не отходим от телевизора. Вода, вода помогает Кашпировской. Но у него хотя бы система, он как он, по крайней мере, говорит, сам мощно выглядит. Кто там еще была? Это Дева Мария. А еще, помните, был такой толстый странный человек, который попугая себя изображал? Бог Кузя. Ну, а с другой стороны, это же та же самая страна, на последних страницах газет, которая регулярно публикует астрологические прогнозы. Это та же самая... Нет, признаю, я понимаю, что астрология – это великая наука. Исаак Ньютон, Галилея, Галилея, я все понимаю. Да-да, астрономия, но они также занимались и астрологией. Все понимаю. Только, ну, вот в один день посмотрите, кто родился с вами, насколько эти люди на вас похожи. Нормально все? Все точно совпадает, все хорошо? Главное, не забудьте все делать по фэншую. Если вы не делаете по фэншую, то ваша жизнь потеряла всякий смысл. Вот миллиард с лишним китайцев прожили века в страшной нищете, при этом прекрасно знали, как все делать по фэншую. Что-то как-то помогло только тем, кто писал книги, продавая всем остальным, как по фэншую жить. То есть по фэншую напишите книгу, по фэншую продайте тем идиотам, которые во все это верят. И после этого мы на полном серьезе говорим людям, что да вы что, да вы не понимаете, да вы должны. Это какое искалеченное должно быть у людей сознание, чтобы во всю эту чушь верить? Ну, конечно, им легко впялить все, что угодно. От Фоменкова с Носовским, которые говорят, да прекратить, вообще ничего не было. Все эпохи схлопнулись. На самом деле, что там? Вот все, опаньки, вот оно, все здесь. Христос, да какой Христос? Вот он тут в Турции ходил, вот, и оттуда у вас появляется следующий. Появляется этот Микола Галичанин, который объясняет, что это все у нашего украинского, самостоятельного, великодержавного, а по-другому и быть не может. Те же самые люди, которые верят, что Укра вырыли Черное море, древнее, сейчас культурненько общаются вот так. В нашей разговоре блогерку-квадроберку, я думаю, правильно сказать, украинскую, Аннет Барсівну. Пану Аннет Барсівну, вітаю вас. Добрый вечер. Вітаю вас. Меня зовут Аннетта Барсівна. Аннетта Барсівна, я перепрошую. Пані Аннетто, я привітаю... Вы понимаете, Аннет Барсівна? То есть у нее отец Барс. То есть эта дура на полном серьезе считает, что ее мать трахнул кот. Вы понимаете, все витаються однаково. И квадроберки, и люди тому, что все люди... И вот на полном серьезе, ну они, конечно, думают, что они прикалываются, что это очень весело, они сидят, обсуждают. Ну чему удивляться? Человек создан для постоянных обманов и самообманов. Это же абсолютный эскейпизм. Ну зачем заниматься чем-то серьезным, решать? Есть же простые вещи. Можно, не напрягаясь, брать из себя вот таким образом. Ты кто? Ты несостоявшийся кусок дерьма, который не смогла реализовать себя как женщина, которую вокруг нее любит. Да нет, у тебя отец Барс. Потом у тебя выступает дикое количество людей, которые на полную серьезе бегают с маской на голове. Я не уверен, что... Вот посмотрите на все это. Это дико прикольно, это дико забавно. А у детей потому что носит голову. И они не понимают, что, как правильно написал Борис Якименко, было только два настоящих водоробера. Это кот Базилио и лиса Алисы из знаменитого советского фильма Боратино. А все остальное – жалкое подобие. Но ведь здесь же совсем поехали башкой. То есть момент, с которого у них сознание утекает, вот это им прикольно. Они страшно потепят. Смотрите, как они воняют в этих костюмах. А потом они уже не могут вернуться в реальность. Ну, все дети наряжались в детском саду в снежинки, в зайчиков, будешь волчиком. Все это очень прикольно, очень хорошо. Но когда вот заканчивается психическое здоровье, и ты начинаешь к этому относиться как к единственному в твоей жизни, и ты отказываешься от прямохождения, ну да. Ну да. Где эта грань психического здоровья? А все стало нормой. Но все же теперь норма. Когда человек говорит, а в чем вообще проблема? Ну, а что в этом такого? Ну, если мужчина может считать себя женщиной, если можно изменить свои органы, если можно требовать, чтобы к тебе обращались по твоему выбору кто ты – он, она, оно, они, если считается, что если кто-то смеет повлиять на твой выбор, то он вторгается в свое внутреннее пространство и не уважает тебя, то, ну, проблем никаких нет. А что тогда мешает ему чувствовать себя ни мужчиной, ни женщиной, а животным? Потом чем-нибудь неодушевленным. А сейчас это уже присада. Опервало себя уже даже хобби хорсером. На месте в Финляндии отпалилабы артикул 5. В чем проблема? Ведь если Бога нет, то все можно. Вот эта фраза, которая теперь так расшифровывается. Если Бога нет, то все можно. Тогда человек ставит себя на место Бога и начинает себя лепить и делает из себя все, что хочет. Только его Бог оказывается страшным, мерзким, уродливым, гадким. Но тогда у тебя и полностью размываются все моральные критерии – все можно. На место выстроенной четкой концепции тебе предлагают варианты псевдо-нормы. А если ты животное, то у тебя ведь вокруг ничего нет. У тебя нет родителей. У тебя родитель – пес, либо кот. Их нет. А если у тебя нет семьи, у тебя нет родины. У тебя нет ничего. Но когда в стройной концепции, которая человечества веками существовала, возникла необходимость разрушить основы, то тем самым все божественное из человека вымарывалось, а на его место приходит сатанизм в разном виде. От неуязычества до квадроберства. Когда увлечение своим прошлым приводит к изменению твоего настоящего, твоей сущности, а твое прошлое оказывается вымысленное, ложное, базируется на совершенно других постулатах. А где ты остановишься? В какой момент ты скажешь что? От сатанизму до квадроберства – один крок. Огольнее хочу только зазначить, что в этом месте хорошо видно, что как таргет соцовиевых монологов выбрали консерватывную, религию часть общества. З регуны люди старые. Огольнее соцовиевы есть популярны в среду эмеритов, которые в России с одной стороны религиейны и консерватывны на показ, а с другой имеют много до поведения о оборонении матушки России. И как перси соцкоржет до высылания молодых поколений на мясный штурм. От, такой парадокс. Как это говорится в России – сами не жили, а и иным не позволят. Вокруг него уже дальше строится все вокруг – морально-этические принципы. Они строятся на базе религии. А сейчас что можно и что нельзя? Что хорошо, а что плохо? Кто сказал, что это хорошо, а это плохо? Это морально, а это амораль. Кто определяет границу? На основании чего? Потому что что? Заповеди? Нагорная проповедь? Какая может быть нагорная проповедь у квадровера? А дальше ты можешь подложить все, что угодно. Когда нет истины веры, когда ты не воспитан в традиции, когда ты не понимаешь, что такое хорошо и что такое плохо, то тебя начинает болтать в любую сторону. Тебя просто начинают уносить ветрами идиотизма. И ты становишься управляем. Ты даже не замечаешь, как тебе навязывают стереотипы поведения. Как тебя превращают в Ивана непомнящего родства. Скажи мне, объясните мне, какая может быть у квадровера история? У меня есть любимый образ, я довольно часто его приводил раньше, во время выступлений. Я говорил, представьте, вы выходите вечером на берег моря. И вы видите вот эти бесконечные барашки воды? Да вот они, чуть-чуть-чуть. Вот эти волны мелкие. Мештиль. И луна. И лунная дорожка выхватывает. И тебе кажется, что да, действительно, в этом есть построение, в этом есть логика. Потому что вот из всего сонных фактов, которые как волны, твое сознание выхватывает только те, которые тебя интересуют, которые ты видишь, которые по какой-то причине попадают вот в область твоего зрения. И тебе это кажется абсолютно логичным, хотя ты ничего общего не имеешь с реальной картиной. Вокруг все тоже бесчисленное количество волны. Но ты их не видишь. Ты выхватил только вот узконаправленные. Таким образом можно абсолютно манипулировать, кем угодно, чем угодно. Ну вот посмотрите, разве наша с вами страна не является жертвой такой мировой манипуляции, когда нам на полном серьезе начинают там что-то объяснять, что-то рассказывать, что вот вы такие, высякие, посмотрите на вашу историю, это сплошные преступления, это все ужасно, это не должно быть. И люди там вот абсолютно преступная активность начинают выдавать как за норму, как за подвиг, как за то, что является единственным верным. Ну, что-то замечательное. С одной стороны, как даже в комментариях на Рутубе кто-то заметил, Соловьев так кричит на этих всех шарлатанах, а уже сам уподобнился до Кашпировского. Я в сумме не удивлюсь, что Рудольфович есть злый на всех этих всех секциарх и manipулантах. В грунте речи они подбирают ему бизнес и клиентелы. И то дословно. Бо на przykład те дебилные сеансы самолечения от того доктора Коновала отбываются вечерами. То есть глупий народ, замисту oglądaть вечер с Володимиром Соловьевым, гапися на какого-то факета, который говорит о пульсовании простаты. Доброе, едем дальше. Уważни конесерцы монологов Соловьева на pewno заювали одну значимую разницу в студии. Всесте ее заювалили? Не. Отуж потяжный пропагандиста в конце концов позвал себя Айпада. Обежимый фрагмент. Меня спрашивают, избавился ли я от всей техники Apple. Ну, в студии, да, поменял планшет на Huawei. Телефоны у меня разные, но все больше, да, пользуюсь Huawei. Ну, ясно, почему. Во-первых, они крючат. То есть они реально лучше. Ну, это так. Это мое субъективное мнение. Huawei за это не заплатил. Я не думаю, что Huawei знает о моем существовании. Да и не должен знать. Хорошо, что не знает. Идеология в стране совершенно точно нужна со всеми идеологическими институтами. И когда мы почему-то стыдливо пытаемся это как-то втаскивать, что-то брать, что-то, да, то постепенно, когда она уходит как фундаментальная, как основа всего, ну, и вместо приходит всякая чушь. В стране, где нет идеологического воспитания, где нет понимания идеологии, где не выстраивается вот эта идеологическая линия воспитания снизу-доверху, и появляются вот всякие на этом распаде кашпировские, чумаки, а потом это все доходит и до абсолютного феноменального идиотизма. Это нормально, когда дети играют, одевают маски, это нормально. Ненормально, когда это становится доминирующим, доминантовое сознание. Вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знает о квадроберах. Надеюсь, что нет, не нужно перевлечить популярность, сказал Песков. На что пол номер три тут же сказал, ну, здрасте, Путин и мальчик еще не знают про квадроберов. Ну, это же мальчик не квадробер, правильно? Это просто счастливый ребенок. И это нормально. А вот если этот ребенок будет требовать, чтобы его назвали, ну, не знаю, Иван Тигрович, то тогда уже да, тогда уже будет просто какая-то беда. Давайте я вам лучше покажу настоящих мужиков, которых точно все хорошо с патриотизмом. Далее пошел нудный как флаги с олеем reportаж с нибы линии фронту, отдаленной о 50 километров от стрефы działań боjовых. Еще поздаваясь при 9 пајдзернока, хотелabym показать вам очень интересное тумачение рекламы купленной через миасто Москва, которой цель целью есть захэцение охотников. В отрожнении от большинства реклам с ней можем доведеться споро cieкаweго. Более 5 миллионов 200 тысяч рублей получат московские контрактники в первый год службы. Только единовременная выплата правительства Москвы составит 1 миллион 900 тысяч рублей. Указ уже подписал Сергей Собянин. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Дополнительная выплата правительства Москвы. 50 тысяч рублей в месяц. Единоразовая выплата от Министерства обороны. Ежемесячная выплата во время подготовки. Выплаты за результат. Денежные выплаты семье. А также большое количество льгот. Москва гарантирует обучение у лучших инструкторов. Профессиональную экипировку. Материальные и социальные гарантии семьи. Дополнительные выплаты на детей. Уход за пожилыми родителями. Записывайтесь на сайте доброволец.москва. Звоните по телефону 117 для Москвы 8 495 539 24 81 для регионов. Или приходите в единый пункт отбора на военную службу. Москва улица Яблочкова дом 5 строение 1. Ближайшая станция метро Тимирязевская. И самое главное стать добровольцем в Москве могут жители всех регионов. Как видим, неравномерная дистрибукция środков и сштучное помпование budжету Москвы допроводило również до так интересующего fenomenу, как диспропорция в захотах для востковых на корысть Москвы, которая то косстем mieszкаńców с глубинки реализует планы связанные ze сцеганим охотников на фронт. Добре, вершиме до показанного на початку монологу с 8 пајдзернока, который уреку мне в грунде речи тем, что Соловио врзуца на кого си да. Зачинаюc от администрата канала на телеграме СОЛДАЦКА ПРАВДА, нотабене кумпла Гиркина, уже в материале спред двух тыгодни Соловио плу на СОЛДАЦКО ПРАВДЕ называясь канал СОЛДАЦКИМ ФАУШЕМ. Вдавало бы се, что си се сменило, але не, пајдзернока, Соловио надал по двух тыгодниах си на него рзуца. Подобне как на Грубника и зненавидзона Монтиан, ктора подле назива потенжного латыфундыстэ Карлицом. Вдавало, когда я смотрю на эту псевдо журналистику, что на так называемых военных корреспондентах жулио, воры, половина из них не имеют никакого отношения ни к войне, ни к корреспондентам. Воровки на доверие мужском обличии. Трусы, бежавшие с линии фронта и теперь вот это все за мной прокуратура меня ищет, да, я сам скрываюсь на тут. Мерзавцы, подонки, еще ездят на похороны людей, павших на передовой и из этого на свою прогнившую репутацию пытаются что-то натянуть. Вот эти все, которые не имеют к войне, теперь никакого отношения, бежавшие с войны. Но как только их берут за хвост, начинают что-то нервничать, переживать, вы вообще о чем все? Вы о чем? Вы же уголовники. Нет, у вас есть мощно объединяющая черта. Многие из вас поклонники Геркина и хронические антисемиты. Вот это то, что объединяет жулика, доказанного, мошенника с судимостью, который рассказывает, что у него бизнес хотели где-то отобрать. Что там отбирать-то было? Тоже мне бизнес у него. Мошеннический, что ли, бизнес отбирать? И теперь он себя пытает, он тут, вот, хронический антисемит. И все время пищит, что, видите ли, его кто-то кому-то заказывает. Это человек просто, ты же антисемит. Прямо что-то забавно, его бесит, что его не называют. И вот он все это про меня сказали, про меня. Что про тебя сказали? Что ты антисемит, подонок, мерзавец и ворюга? Извини, мошенник. Другой начинает, вот, меня затронули. Тебя затронули за то, что ты жулик, ты оболгал людей, которые реально помогают фронту. Ты бежал, ты дезертир, сочинец. И когда я об этом рассказал, ты начинаешь биться в истерике. Как? Что? Отчего? Да я? А теперь вы наговорили себе на другие статьи. Кривда солдатская вместе с другими. Вы призываете к расправе над боевым полковником, который, в отличие от вас, реально шел и штурмовал Мариуполь. И его руководство говорит очень просто. Мы не сдадим парня, вот он боевой, а вы твари, которые за спиной призываете к расправе. И был бы жив товарищ Сталин, вы бы уже все сволочи за такие слова ответили по всей строгости закона. Но у нас же теперь такая вся мягкая демократия. Вот это проблемы важны. Что надо сделать, чтобы страна победила, а не квадроперы. И Дума должна тратить не на это свое время, силы и ресурсы, а на борьбу за правду. Правду. Не ту версию, которая нравится антисемитской, криптовалитской сволочи, всяким мантиан, грубникам, кривде и прочим, которые мечтают о поражении России, потому что на самом деле никогда ее своей родиной не считали. Они видят какую-то вымышленную страну своей родиной. И которая, кстати, дышит ненавистью к верховному главнокомандующему, как вся эта гиркиновская рать. Почему бежал из Славенска? Идите у Донецких спросить, они вам скажут все, что они думают про него. Разберутся со всеми. Время дойдет до каждого, потому что у каждого такая за спиной череда преступлений, что мамы не горюй. Но сейчас не о них, а вообще о войне. Мы как-то очень разнежились. В отличие от наших прадедов, которые понимали, что война это естественное состояние человека. Мы как-то вдруг стали попадать вот в это Марьево, в этот мираж. Нам стало казаться, что мир, вот что важен мир. А человек не про мир, человек про войну. Естественное состояние, к сожалению, для человечества. Это война, а не мир. И мир всегда является подготовкой к войне. Это ужасно, это негуманно. Можно употреблять любые слова. Это неизбежно. Ага, может так навязом доставим, что Соловьев, вбрев позором, читает в часе стримов комментарии видов и часто себя до них относит. Так как в случае в вонтку с tabletом. Кто-то недавно написал, что Шапира, а ты почему еще не на фронте? Соловьев в Эль-Шапиро сказал, что по-первых, его название это Соловьев, а по-друге, он в часе крэценения этих своих губно-репортажей с 8-й линей оброны был уже на фронте понад 100 дней. Вот так, мои дороги, Соловьев это еще этот воевник. В этом трагедии человеческой природы ну это просто надо осознать. Это надо принять. Когда мы пытаемся всюду найти друзей, это по-человечески очень трогательный, милый и понятно. Но есть законы. Законы в том числе истории. Законы массовой психологии. И если смотреть за историческим процессом, то неизбежность всего происходящего очевидна. Также очевидно, что что ни придумывая, все равно проступают в деяниях стран, заложенные веками культурологические традиции народов, которые эти страны населяют. И если посмотреть, то вот это вечное противостояние Руси Западу лежит не на уровне этнической детерминированности, а на гораздо более глубоком, на уровне культурных различий. «Именно поэтому сейчас такие подонки, как Гончаренко, жгут портреты русских классиков, отказываясь в том числе от своей русской сущности, которую они декларировали в 2009-м. Вчера в программе я это показывал вечерней. Именно поэтому Запад борется с русской культурой, пытается ее переформатировать, отрицая ее корень православия. Именно поэтому Помпео говорит о необходимости уничтожения именно православия. Именно поэтому у этих криптох настолько сейчас популярно неоязычество, то есть как форма главная для них отхода от православия. Именно поэтому с разных сторон они атакуют православие, потому что и великая русская литература 19 века все равно даже в отрицании части авторов, но она базируется на православие. Народ воспитан в православной традиции. И дважды в столетие собираются, ну по крайней мере за последние столи так происходит, собираются ненавидящие, дышащие адские преисподни и запад, чтобы уничтожить Русь. Вы посмотрите, это же происходит абсолютно раз за разом. Раз за разом повторяются. Из века в век минимум по два раза идут вторжения на территорию нашей Родины с целью переформатирования народа, уничтожения государственности. Об этом и сейчас продолжают с пеной у рта орать все те западные лидеры, для которых политическое раздвоение сознания, такой релятивизм ментальный, абсолютно естественный. Но посмотрите, то, что они позволяют Израилю, запредельно по отношению к тому, что они позволяют любую другую страну мира, даже Америки. О, а теперь приходим до вонку израильского. О, а теперь без вонтпения это важный темат, особенно в контексте старца Израила с росыським заплечем, каким есть Иран. Помышляю, что представлю здесь пропагандовое смотрение на конфликт в Газе и сейчас уже в Либании с перспективой росыськой пропаганды. Не будет это уже такое смешное, но достаточно хорошо и точно представлю росыський рандовый пункт видения на obecне трвающий конфликт. Смачку конечно даю факт, что Рудольфович Соловьев сам православным Ждем и своего czasu усякл до Израила, когда был кушок в летах 90-х. Разовое убийство более 1200 евреев такого не было со времен Холокоста. Сто с лишним заложников, часть из них до сих пор большая часть удерживается террористами, многие из них уже мертвы. И в этот момент несмотря на свойственный миру антисемитизм хотя бы на бытовом уровне, симпатия и эмпатия по отношению к израильтянам была очень велика. Нет, я не беру всяких мерзких тварей, которые не понимают разницу между евреями и израильтянами. Я это даже не беру. Я сейчас о другом. Это мы оставим в стороне. Сейчас это нам не важно для рассмотрения. Что происходит в ответ? Психология израильского общества построена на том, что никогда больше евреи не будут слабыми. И не позволит их тащить в концлагерь на заклане. Не будут мирно ждать своей очереди, чтобы быть уничтоженным в газовых камерах. этого больше не будет никогда. Это один из шоков, на котором, кстати, базируется израильское мышление, что никогда больше кровь евреев в данном случае, не только израильтян, и не столько, сколько именно евреев. Потому что, напомню, холокост был направлен против евреев, тогда государства Израиля еще не было. Не будет пролита безнаказанно, отмщена будет. Отсюда и после теракта 72-го года фраза, которую приписывает премьер-министр Израиля, которая гласила «Отомстите за моих мальчиков, найти и убить всех». После этого было принято решение, которое было осуществлено. Хотя, также частично пострадали люди, которых ошибочно приняли за террористов. Но эта фраза Голдемейер, она определяющая. Но это позиция Израиля. Израиля, который в результате террористических актов, которую устраивали еврейские поселенцы Палестины, целенаправленно оказывает давление на английское правительство с целью признания их права на эту землю, Израиль отрицает право бороться за свою государственность палестинцев теми же методами, которыми боролись они. мир это принял. Я не оправдываю терроризм, я констатирую факты. Мир это принял. Израиль отомстил за свою кровь. А это дает право палестинцам мстить за свою? Ведь акция, которая призывалась и была направлена на борьбу именно с террористами, превратилась в массовое избиение палестинцев, в убийство женщин, детей, стариков, которые по факту оказались виновны в том, что они палестинцы, люди согнанные земель, лишенные земель, лишенные права на нормальную жизнь на глазах у всего человечества, хотя есть резолюция совбезон о признании их права на свое государство. Сейчас убиваются ливанцы. Да, их можно назвать хамасовцами, а сколько из погибших реально хамасовцев? Кто-то считает? Нет. А из погибших палестинцев сколько реально имели прямое или косвенное отношение Хазболи? По мнению израильтян все. Если ты там проживаешь, ты уже имеешь отношения. А такой подход разве приемлем? При этом даже близкое количество погибших не было бы таким, как сейчас, оно глубоко за 40 тысяч ушло мирных. Если бы Америка не поставляла то, чем их убивают. У Израиля нет такого количества своего оружия. Самолеты, снаряды, авиабомбы, это все произведено странами НАТО. Доля оружия, которое производят сами израильтяне, ничтожно мала, если мы говорим об этом типе вооружения. То есть Америка стоит за этим массовым убийством мусульман. А сейчас Америка пытается вовлечь уничтожение не только семитов, потому что арабы семиты, но и к уничтожению персов. Пытаясь спровоцировать гигантскую войну. Притом удивительно, да? Вот опять-таки релятивизм сознания. Все кричат о том, что за террористическими, по мнению Запада, группировками Хамаса Хазбала стоит Иран, поэтому Иран должен быть уничтожен как главный спонсор терроризма. Извините, за Хамасом в полный рост стоят Турция и Кувейт. Турция страна НАТО. Не Кувейт, Катар. Турция страна НАТО. И ничего не происходит. Никто не призывает к ударам по Турции. Никто не говорит о том, кто на протяжении долгого времени снабжал всем Хамас. Почему? Нельзя. создадим фигуру умолчания. Кто содержал Хамас и Хазбалу? Хазбала, которая взрощена в том числе и на бешеном наркотрафике, о котором не надо говорить. А кто конечные выгоды приобретатели? Не на Западе ли их надо искать? А Хамас? Не деньги Евросоюза и Америки в бешеном, нереальном потоке были направлены туда, чтобы подорвать популярность организации объединения Палестины, освобождения Палестины? Не для этого ли это было сделано? Не Нетаньяху ли призывал поддерживать в свое время Хамас? Не его ли это были слова? Но теперь о нельзя вспоминать? Правду Правда для Запада страшна Правду уничтожает Истинная правда Telegram канал Словиев за всем стоят Америки и будет также атак на турбопатриотов Обежимы на сам конец Вот так Вот так Сирия 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 Но Но они в любом мы находимся мы находимся в этом случае положение Да сейчас дипломатически мы должны что-то разруливать и говорить Но разгорание конфликта ведь может оказаться настолько трагическим и настолько сложным что вполне возможно прямые боестолкновения и на нас могут напасть и на наши базы могут напасть А дальше уже непонятно кто это будет Ясно что за этим будут стоять американцы Их все устраивает Они хотят полнейшую эскалацию На территории Украины мы же видим что затаскивают самолеты в большом количестве Мы видим F-16 Голландия с радостью заявила А чего им не заявлять Ну почему им об этом ничего не заявлять Им что за это что-то будет Да даже экономически мы никаких угроз Мы ничего не делаем Мы находимся в таком стратегическом выжидании Но Александр Викторович Сосновский сделал блестящее расследование де-факто доказывающее что американцы взорвали и говорят кто, где, как северные потоки А мы же никак не ответили То есть мы все время говорим им что это можно Мы не отвечаем И они уверены в том, что мы не ответим А когда мы ответим будет поздно А мы ответим Вопрос который задают очень многие А как? Мы даже внутри страны пятую колонну не задушим Мы даже внутри страны вот эту криптовалютную сволочь не можем привести в чувства Я уж не говорю про откровенных агентов западного влияния Вот всю эту Навальновскую сволоту которая еще не успела отсюда дать деру Вообще ничего Мы что не понимаем какой будет следующий шаг Мы же видим какое количество идет бронетехники да старой но на территорию Украины Мы видим как сейчас бросают сжигают в огне пойманных на улице русскоговорящих украинцев А где-то там готовятся резервы и обучаются А для чего? Для того чтобы относительно скоро поднять в воздух эскадрильи F-16 грифонов и миражей и пусть один раз нанести массовый удар по Крыму чтобы взорвать Крымский мост или по ядерным объектам на территорию России или по структуре обеспечивающей безопасность Российской Федерации от ударов ядерного оружия странам НАТО что после этого последовал удар уже непосредственно натоске а потом чтобы поднять восстание внутри России опираясь кстати на псевдопатриотов криптох и на гиркинских сторонничков с хриком все власть не та вы не смогли сделать его не защитили всех на вилы да видимо насквозь их планы как мы им собираемся противостоять вот в чем вопрос а на передовой окажется не бежавшая солдатская кривда не гиркиновские последователи но и так так что его атакы не могут быть интересованы и нужно их постерегать как конкуренции. Не могу сказать, почему так в России, как и на Украине, упали себя на теме квадроперов, который у нас, как и на Западе, есть абсолютно маргинальный. Хоть в грунте речи ходение на четверг, на этом невыливающем за којнеж обшаре географическом, ма велопоколениеве традиции, więc может для этого идея тратила на податный грунт. Так или инакцией, мам надзејј, что достарчијјј вам трошку розрывки. Дякујј и поздравям.